Доброго времени суток! Приветствуем вас на канале IT Master. Сегодня мы будем разбирать вопрос, как восстановить магазин в операционной системе Windows 10 и сделать, чтобы он работал полноценно и могли устанавливать всевозможные приложения. Давайте убедимся, что магазин у нас есть на компьютере. Для этого нажимаем пуск и набираем Store. Магазин не нашелся. Итак, чтобы восстановить магазин, я подготовил необходимые команды в текстовом документе. Давайте попробуем запустить команду, которая позволяет установить магазин Windows 10. Для этого выделяем две строчки кода, копируем, пуск, PowerShell, запустить от имени администратора. Правой кнопкой мыши вставляем данную команду и нажимаем Enter. Команда выполнилась. Проверяем, появился ли магазин. Магазин, к сожалению, не появился. Значит, переходим к следующему этапу. Следующим этапом будет скачать сам магазин, который я подготовил на Google диске. Переходим по ссылке. Ссылки все будут в описании. Вы сможете их скопировать и вставить уже на своем компьютере, чтобы повторить эти же самые действия. После того, как архив скачался, его нужно будет распаковать и скопировать сам каталог. Переходим в папку c.program.files.windows.apps. Это системный каталог, мы его не наблюдаем, поэтому его нам нужно включить в вид. Поставить галочку скрытые элементы. Данный каталог появился, теперь нужно ему дать права, чтобы мы могли туда зайти. Правая кнопка мыши «Свойства», «Безопасность», «Дополнительно» и изменяем владельца. Переключаем на русский язык и с большой буквы вводим «Все». Ставим галочку «Заменить владельца» под каталогов и объектов. Ждем, пока выполнится команда. Команда выполнилась, нам нужно согласиться, закрыть это окно. Теперь нужно дать права на сам каталог. Как видите, каталог нас не пускает, даже внутрь. Заходим опять в «Свойства», «Безопасность», «Дополнительно». Теперь уже добавляем разрешение для элементов. Опять выбираем все. И ставим полный доступ. ОК. И ставим галочку «Заменить все записи». Ждем выполнения данной команды. После того, как команда выполнится, мы можем зайти в эту папку. И вставить уже каталог, который мы скопировали ранее. Если вы могли заметить, данного каталога вообще здесь нет. Выбираем каталог, нажимаем F2, копируем имя папки. Далее переходим в «Текстовый документ» и в поле «Имя» вставляем имя данной папки. Копируем две строчки кода, переходим в «PowerShell». Правой кнопкой мы можем вставить «Энтер». Как видим, команда выполняется успешно. Выполняем еще одну команду, которая позволит нам просканировать папку Windows APPS и найти все приложения, которые там имеются. Опять же, две строчки кода копируем, вставляем «Энтер». Красными строчками показывается, что есть каталоги, которые «PowerShell» не может обработать. На это не обращаем внимания. Ждем выполнения команды. Давайте проверим, есть ли магазин. Как видим, магазин появился, но он не запускается. Давайте будем разбираться, почему так происходит. Переходим в каталог Windows APPS, находим каталог Windows Store и проверяем его свойства. Правая кнопка мыши, «Свойства», «Безопасность», «Дополнительно». Изменяем владельца на «Все». Ставим галочку «Заменить владельца под каталогов и объектов». Тут же добавляем разрешение для всех пользователей. Проверяем разрешение для корневого каталога Windows APPS. «Безопасность», «Дополнительно». Нажимаем «Добавить», выберем «Субъект», «Дополнительно». Нажимаем «Поиск», выбираем все пакеты приложений. Ставим галочку «Применить эти разрешения», «Окей», «Применить». Ждем выполнения данной команды и пробуем запустить магазин. Все, команда выполнилась. Давайте попробуем запустить сам магазин. Как видите, магазин запускается успешно. Можем установить интересующее нас приложение. В данном случае нас интересует приложение Microsoft Photos для редактирования фотографий и корректной работы с фотографиями на платформе Windows 10. Все успешно устанавливается. Если видите, приложения фото нету, и мы не можем открыть фотографии. Ждем скачивания необходимых компонентов. Файлы заканчались. Идет установка приложения Microsoft Photos. Все, приложение установлено. Можем попробовать запустить уже непосредственно фотографии, которые у нас есть. Зайдем в системные настройки и изменим Microsoft Photos, чтобы был по умолчанию редактором и просмотрщиком по умолчанию. Выбираем значение по умолчанию, ставим приложение, фотографии. После этой манипуляции мы сможем открывать все фотографии уже без проблем. Давайте это проверим. Как видите, приложения фотографии открываются. Мы уже можем изменять, кадрировать, менять цвет. Все, что необходимо делать уже с данной фотографией. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях свои вопросы и предложения. До новых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok